Каждый, кто за последние 10 лет смотрел турниры Among Global, знает харизматичного и обаятельного англоязычного ринг-анонсера Яна Фримена. Но в то же время, далеко не все в курсе, что в 2000-е годы он носил боевое прозвище The Machine. Был чемпионом английской организации Cage Rage, 5 раз бился в октагоне UFC и побеждал таких легенд, как Фрэнк Мир, Карлос Боретто и Рико Родригес. Всего на счету Фримена было 20 побед при 7 поражениях, а карьеру он завершил победным боем в возрасте 43 лет, уже будучи ринг-анонсером Among Global. Первый раз в России Ян появился в качестве действующего бойца 27 апреля 2001 года, когда в Петербурге проходил легендарный турнир М1 Россия против всего мира. На нашем канале вы можете найти бой Вячеслава Дацека против Патрика Девита, который прошел в его рамках. А в главном бою вечера ветеран UFC Ян Фримен встречался с российским тяжеловесом, бойцом клуба Red Devil Станиславом Нущиковым. Оба бойца были известны тем, что в кулаках у них был настоящий динамит, и никто бы не поставил на то, что бой продлится все отведенное время. М1 Глобал представляет историю ММА. М1 Глобал представляет историю ММА. М1 Глобал. Хороший атак английского спортсмена. Хороший удар он наносит. Станислав Нущик. Нокдаун. Нокдаун. Нет, нокаут. Все, это нокаут. Это победа. Станислав Нущик, чемпион мира по боям без правил. Кульминация чемпионата. Ян Фримен даже не понял, как он оказался на полу, почему он проиграл. Не надо варежку разевать, как говорят у нас в России. Надо быть очень аккуратным с русскими спортсменами. Итак, Станислав Нущик, чемпион мира. Награждает его организатор турнира. Президент Международного спортивного клуба «Рэддэвил» Бадим Финкенштейн. Это был последний бой чемпионата, который еще раз доказал, что российские спортсмены находятся на очень высоком уровне. По уровню организации эти бои, я считаю, самые лучшие на всей территории России. И я считаю, и в европейский уровень мы подтвердили в этот раз. Мы с вами на этом прощаемся. Сегодня с вами были президент Федерации Муай-Тай Эрик Кайбышев. И я вице-президент Федерации Боя без права Илья Чернецов. Субтитры создавал DimaTorzok Этот чемпионат, говорит Карлсон Гресси, стоит на мировом уровне. Мне понравилась организация, уровень бойцов. И публика у вас здесь хорошая. В общем, все здорово.